А сейчас об этих и других событиях более подробно. Итоги санитарной уборки города и ход рейтингового голосования по проекту «Комфортная городская среда» стали основными темами очередного аппаратного совещания в администрации города. Вместе с чиновниками доклады ответственных лиц заслушала и наша съемочная группа. Центральным пунктом повестки дня традиционного аппаратного совещания стал доклад начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марины Зинуровой, которая в цифрах и фактах подвела итоги весенней санитарной уборки в Магнитогорске. Они промежуточные, потому что соответствующим постановлениям сроки этой уборки определены с 1 апреля по 31 мая. Но уже сегодня очевидно, город после долгой зимы не просто прибран. На дорогах, газонах, общественных территориях стало по-настоящему чисто. Отдельной строкой чиновница остановилась на такой часто острой теме, как вывод собранного мусора. Муниципальные учреждения, управляющие компании, а также привлеченные для уборки организации были обеспечены талонами для вывоза мусора на левобережную свалку. Привлекалась дополнительная техника в муниципальных учреждениях и строительных организациях для вывоза собранного мусора. Администрации районов города оперативно взаимодействовали с МПМИС по вопросам своевременного вывоза мешков. Был разработанный план взаимодействия между управляющими организациями и ООЦПС по сбору и транспортировке отходов от санитарной уборки придомовых территорий. Еще один вопрос напрямую связанный с внешним обликом города – доклад о том, как идет голосование по выбору территории для благоустройства в следующем году. Напомним, проект формирования комфортной городской среды был инициирован партией «Единая Россия» и реализуется в нашем городе с 2017 года. В его рамках коренной реконструкции или строительству с нуля подверглись 10 общественных территорий. В данный момент полным ходом идет голосование уже по объектам следующего года. Гражданам необходимо принимать активное участие в голосовании. Рейтинговое голосование проводится на специально созданном портале госуслуг «Загородская среда.ру». А также волонтеры могут оказать помощь при голосовании. Работа волонтеров осуществляется в праздничные выходные дни на общественных территориях. Проект, резюмировал глава, поддерживается в том числе губернатором области Алексеем Текслером. И от итогов голосования будут зависеть объемы дополнительного финансирования из областного бюджета. До конца мая месяца, до 30-го числа. Ну, это наш прям гражданский долг каждого, понимаете? Давайте выберем площадку, которую сделаем сами себе и будем потом наслаждаться. Это действительно обязанность каждого нашего жителя. Причем не сделать, а только выбрать то, что должны сделать. Почувствуйте разницу. Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН».